МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Дмитрий Подлесной. Смотрите сегодня в выпуске. На трассах Сургутского района организованы пункты обогрева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эпидемия по ОРВИ и гриппу еще не объявлена, но все сургутские школы уже закрыли на карантин. И в налоговую запросто в России упраздняют свидетельство ИННН. В связи с морозами задержаны несколько рейсов в сургутском аэропорту. На данный момент опаздывают 4 рейса в Сургут и 7 рейсов на вылет. Так в наш город с задержкой следуют самолеты из Тюмени, Саратова и Красноярска. На вылет задержаны лайнеры в Иркутск, Нижний Новгород, Красноярск, Казань. Задерживаются лайнеры до Новосибирска, Тюмени и Москвы. В сургутском аэропорту нам сообщили, что задержки касаются по большей части региональных самолетов АТР-42 и АТР-72. Для них вводят ограничения при температуре воздуха в минус 45 градусов и ниже. Кроме того, аналогичное решение о задержке своего борта по метеоусловиям приняли и в группе компаний «Аэрофлот». Режим повышенной готовности введен в Сургуте из-за аномальных морозов. В целях организации постоянного контроля за устойчивой работой систем жизнеобеспечения города во время холодов создан оперативный штаб. Градоначальник Вадим Шувалов уже провел первое заседание. Он поручил ответственным должностным лицам обратить особое внимание на работу муниципальных учреждений. Рекомендовал проверить в садах, школах, больницах наличие запасных генераторов и их исправность. На время низких температур решено прекратить все строительные работы, а также перевести пожарные службы в режим боевой готовности. Чтобы были обеспечены оперативно-воездные бригады всем необходимым, то есть проверьте тоже вот это все, я имею в виду готовность и людей, то есть персонала, которые выходят в это дополнительное время на дежурство, обеспечение их соответствующими материально-техническими ресурсами и соответствующими дополнительными, допустим, трудовыми денежными ресурсами, которые могли обеспечить работу в ночное время, в выходные и в праздничные дни. Здесь уже мы ничего не разбираем. Дороги Сургутского района в связи с морозами пока не перекрыты, но в ГИБДД настоятельно не рекомендуют совершать дальние переезды. Однако, если отложить поездку нельзя, необходимо быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим движения, надеть теплую одежду, зарядить мобильный телефон. Также при путешествии на дальние расстояния специалисты советуют не брать с собой детей. На трассах Сургутского района действуют пункты обогрева. Они расположены на втором, шестьдесят пятом и восемьдесят восьмом километрах трассы Сургут-Лентор, на семьдесят пятом километре дороги Сургут-Нижний Сартымский и на семьдесят четвертом километре трассы Сургут-Коголым. Уважаемые водители, по данным синоптика, в ближайшее время будет держаться морозная погода. Госавтоинспекторы обращаются к автомобилистам с убедительной просьбой не выезжать без особой необходимости. Низкие температуры приводят к возникновению наведя на дорогах и нередко становятся причиной поломки автомобилей. Поэтому, если вы приняли решение все-таки выехать, то нужно тщательно проверить все системы машины. Также рекомендуем не рисковать кололед на дороге, совершая резкие маневры и необдуманные обгоны. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах, где требуется помощь инспекторов ГИБДД, вы можете позвонить на номер телефона дежурной части 42-2106. Все сургутские школы закрыли на карантин как минимум до 24 декабря. Приказ о приостановлении учебного процесса был подписан в пятницу 16 декабря. В официальном документе обозначена причина для предупреждения распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Однако, как показывает практика прошлых лет, не исключено, что карантин может продлиться дольше, чем запланировано. Так эту меру применили в прошлом году. Тогда, напомню, в нашем городе эпидпорог был превышен в два раза. Сегодня же эпидемия в нашем городе официально пока не объявлена. Вместе с тем, чтобы не заболеть, врачи рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности. Во время эпидемии гриппа, во время подъема заболеваемости необходимо исключать, конечно, посещение таких мест, культурных, торговых центров. Далее, это, конечно, соблюдение простых правил личной гены. Это мытье рук. Можно делать самые простые процедуры. Это промывание носа, носоглотки, либо физраствора. Мы сейчас много в аптечной сети различных препаратов, которые используются для этих целей. Вместе с тем, эпидемия гриппа и ОРВИ в Югре официально пока не объявлена. По последним данным Роспотребнадзора, на территории автономии регистрируется заболеваемость, превышающая среднемноголетние значения. Но пока она сохраняется на неэпидемическом уровне. Так, по информации, представленная на сайте ведомства, заболеваемость в округе ниже недельного эпидпорога почти на 21%. Среди пострадавших от острой респираторной инфекции без малого 80% детей до 14 лет. В больнице округа госпитализированы 80 человек. По словам специалистов, единственной эффективной мерой защиты против гриппа является вакцинация. Свидетельства ИНН в его нынешнем виде больше не будет, так как практически все регистрационные действия можно выполнить, не выходя из дома. Через интерактивные сервисы, процедуру получения свидетельства решили упразднить. Изменения в сфере налогообложения с января 2017 года коснутся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В новом году граждане при постановке на учет в налоговой будут получать свидетельства на незащищенных бланках. Лист будет содержать необходимую информацию, имя заявителя, серию и номер документа. Отсутствовать будет защитная голограмма. Индивидуальный номер налогоплательщика всегда находился в централизованной базе данных. И упрощение процедуры регистрации позволит гражданину получить документ быстрее. Теперь также появится возможность встать на учет в налоговую без привязки к прописке в любом налоговом органе на территории России. Вы получать будете тот же документ на бумажном носителе, только он будет печататься на обычном листе бумаги. То есть не на защищенной полиграфической. Страховое свидетельство за несколько минут. В управлении пенсионного фонда теперь можно получить СНИЛС в режиме онлайн. Это означает, что присвоение номера страхового свидетельства не будет занимать много времени. Если ранее на это приходилось тратить до трех недель, то теперь достаточно обратиться с паспортом, либо со свидетельством о рождении в пенсионный фонд по адресу улицы 30 лет Победы, 19. Документы сразу же отправляют на центральный сервер. И гражданину поступает ответ с присвоением уникального номера СНИЛС. Этой услугой уже воспользовались почти 250 тысяч жителей Сургута и Сургутского района. Но здесь не отменяют того факта, что по-прежнему получить страховой номер издального лицового счета и страховое свидетельство можно через многофункциональные центры. Что тоже очень удобно жителям наших отдаленных поселений. Сартым, Лентор, Федоровка. То есть все это можно предоставить анкету в многофункциональный центр и спустя неделю-две получить ее также у себя в поселении без какого-либо выезда. 19 декабря россияне отметили праздник одного из покровителей русского народа, святителя Николая Чудотворца. В Сургутском храме, названном в честь святого, этот день сделали особенным. Анна Максимова расскажет почему. Для сургутских православных День Николая Чудотворца это еще и престольный праздник Свято-Никольского храма, первой православной гавани в Сургуте. В этом году праздничная литургия была насыщена приятными событиями. Дорогие отцы, братья и сестры, позвольте от сердца, от души поздравить всех с престольным днем, с памятью великого угодника нашего небесного покровителя, особо этого храма, который посвящен его святому имени. Храм засиял великолепным золотым иконостасом, росписью из библейских историй и сцен жития святого Николая. Прихожане с владыкой Павлом отслужили молебен по освящению нового иконостаса и фресок. Мне доводилось много раз служить на гробе у святителя Николая. Передать словами невозможно той радости, той силы, которую ты получаешь от гробницы, от великого угодника. Это как Пасху, великое торжество. Свои поздравления и искреннюю благодарность за благоукрашение храма и отеческое служение получил настоятель храма отец Владислав. Поздравить настоятеля храма святителя Николая Чудотворца с его престольным праздником. Хотел бы напомнить, что это не только благоукрашение храма Николая Чудотворца, все дивные иконостасы, дивные храмы – это благоукрашение всего города. Свидетель Николай Чудотворец почитаем во всех христианских религиях. К нему за помощью обращаются даже мусульмане. Анна Максимова, Борис Шибалдов, Сургут, Интерновости. Впереди вас ждет еще прогноз погоды. Больше новостей на сайте телерадиокомпании Сургут, Интерновости по адресу indefisnews.ru. А я с вами прощаюсь. Берегите себя. Я, Юлия Пермякова, приглашаю вас всех в свою настоящую кондитерскую, которая называется «ТОТО», не только торты. Кафе «Кондитерская ТОТО» встречает гостей ароматом выпечки и шоколада, который распространяется по залу. На долгожданное открытие сладкого уголка пришли более сотни сургутян. В этот вечер шеф-кондитер Юлия Пермякова презентовала уже полюбившиеся и совершенно новые десерты в авторском исполнении. Желающие окунуться в сладкую жизнь пребывали нескончаемым потоком. Атмосфера очень уютная, красивые люди, аппетитные десерты, приглушенный свет и очень релаксирующая музыка. Все это создает обстановку дома, как будто я из него и не выходила. Все очень комфортно и уютно. Имя Юлии Пермяковой в Сургуте давно и неразрывно связано с самыми необыкновенными десертами. Попробовать настоящие эксклюзивные угощения с авторским дизайном от Пермяковой теперь можно только в кондитерской ТОТО или не только торты. Основой всех угощений было и остается качество. При заготовлении тортов мы не используем мастику, мы стараемся делать все из натуральных ингредиентов. То есть это главное, о чем я сейчас забочусь, это о том, чтобы было вкусно и полезно. Чем сто раз сказать и показать, лучше один раз попробовать. Изысканные угощения из широкой палитры ТОТО оценили все гости вечера. Ребенку очень нравятся десерты с ягодами, со свежими. Очень вкусные шоколадные шоколадные штучки с ягодками. Очень вкусные. Вообще, в принципе, я уже понемногу попробовала, не могу отметить что-то конкретное, потому что все очень вкусно. Мне больше всего понравились такие карамельные лодочки. С карамелью. Так как я люблю орехи, больше всего мне понравились десерты с орехами. Мне очень понравилось, как их украсили. Сверху посыпали сахарной пудрой. На сладких открытиях организаторы не остановились. На протяжении дегустации приглашенные гости смогли увидеть модельный показ долгожданной новогодней коллекции от дизайнера Кристины Софи и насладиться выступлением участницы телепроекта «Голос» Алены Поль. Возле взлетают вкуснейшие запахи, хочется есть много. И вкусно, и это неспроста, потому что здесь авторские десерты. Уже на они, все, конечно, попробовать пока нереально, но они, мне кажется, каждый со своей изюминкой. Очень, как-то все, мне кажется, колоритно и по-своему, поэтому мы будем пробовать все, много и, я думаю, всегда. Поэтому очень-очень рады быть здесь, и попробовать такую красоту авторскую. В ассортименте кафе-кондитерской «ТОТО» Юлии Пермяковой несколько десятков видов авторских десертов. Это бисквитные муссовые пирожные, нежные макароны, шоколадные брауни, конфеты и многое-многое другое. И количество их только увеличивается с каждым днем. Отведать уникальные десерты в уютной обстановке или взять их с собой в подарок друзьям можно по адресу Проспект Мира, 31, дробь 1. Умные? Умные? Да, умные. Матрас Хилдинг Экспро – это более 2000 пружин, пена с углем бамбука и дышащие 3D-материалы. Хилдинг Андерс. Зарядись для жизни. Матрас Хилдинг Экспро со скидкой 20%. Меховой салон «Любимая шубка» поздравляет с наступающим праздником и приглашает за новогодними скидками и рассрочкой по новому адресу. Торговый центр «Квадро» на перекрестке Магистральной и Кукуевицкого. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Ювелирный салон «Рубин» открывает богатый мир совершенной красоты, запечатленной в благородных металлах и драгоценных камнях. Украшения от известных производителей эксклюзивно в «Рубине» представлены мужские цепи «Бисмарк». Сургут, Югорская, 5-2, салон «Рубин». Пусть удача и везение по гостей зайдут ко всем и с хорошим настроением остаются нас совсем. Готовьтесь к празднику прямо сейчас с магазином детской одежды «Комод». Яркие карнавальные костюмы и восхитительные праздничные платья. Диадема и украшения в магазине «Комод». Встречай Новый год на «Бора-бора». Удивляй и радуй себя и друзей. Экспо-мебель, чтоб солнечно жилось дома. Лучшие матчи НХЛ. Эксклюзивно на каналах Евроспорт. Смотри Евроспорт в метросети. И выигрывай фантастические призы. Евроспорт.метродефиссет.ру Сапожки, ботфорты, ботиночки. На каблуке и без. На танкетке или сплошной подошве. Моделей в салонах «Жета» очень много. Спешите! Одно- и двухкомнатные квартиры в современном московском жилом комплексе «Альтаир». Экономия на ЖКУ до 30%, трехуровневый паркинг, детская игровая площадка, автономное горячее водоснабжение. Жилой комплекс «Альтаир» – это выбор современного человека. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Один из крупнейших заводов региона по изготовлению металлоконструкций «Макрострой» предлагает панельные 3D-ограждения, кладочную сетку и металлоконструкции любой сложности. Вся продукция сертифицирована. «Макрострой» поможет существенно сэкономить время и деньги при строительстве объектов. Гарантия на всю продукцию до 50 лет. В магазине «Адам» новое поступление изделий из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями. Большой выбор столового серебра, ручек. А также свежий ассортимент ювелирных изделий из золота. Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3,2. Телефон 377-877. Здравствуйте. Информация о погоде на 20 декабря. В студии Алена Раковская. Генеральный партнер прогноза погоды компания «Еломет». Артрит, артроз, остеохондроз. С возрастом все чаще могут беспокоить боли в спине и суставах. На помощь придет «Алмак-01». Воздействуя магнитным полем, «Алмак-01» способствует снятию боли и воспаления. Последний месяц низких цен на «Алмак-01» в магазинах «Медтехника» и аптеках «Формадом». Последний месяц низких цен на «Алмак-01» успеете купить в аптеках города. «Алмак-01» – пожалуй, лучший подарок к Новому году. В Западной Сибири трескучие морозы. Холодные северные ветры сформировались под влиянием антициклона Запада и циклона с Востока, обеспечивая мощное вторжение воздушных масс Северного Ледовитого океана. В связи с этим в регионе температурный режим на 20-25 градусов ниже климатической нормы. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северной четверти 1,6 метров в секунду. Температура воздуха минус 45, минус 50. Возвращение легенды Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В салонах обуви «Саламандр» скидки от 20 до 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Дед Мороз идет! Скидки нам несет! Праздник приближается! Ценники снижаются! Подарки под елку по самым выгодным ценам. Выбирай и забирай только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Успешного дня и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!